Несколько моментов важных, которые надо знать. Если день ясный, нечётный день, недели, начать вторник, четверг, суббота, день ясный, нечётный, дальше, во время полового акта мужчина больше испытывает счастье, чем женщина, то родится мальчик, скорее всего. Мы говорим про цикл. Цикл должен быть в чётный день. А дни недели вообще благоприятнее начинать в чётные дни. Благоприятнее. Они более благоприятные вообще. Ну, как бы среда, пятница, особенно самые благоприятные дни в неделе. В цикле, цикл начинается первый день, месячные начались, первый день. Это нечётный день. Потом второй, это чётный. Десятый, двенадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый для мальчиков, для рождения мальчиков будут приятны. Нечётный для рождения девочек. В пасмурную погоду, в туман, девочки в основном зачинаются. Если женщина покушала, крепче себя чувствует во время зачатия, мужчина постился, больше возможностей женщины, что зачнётся. Если мужчина в возрасте, женщина молодая, больше шансов, что девочка как бы родится. Если мужчина моложе, скорее всего, мальчик. Но при этом женщина должна вызвать страсть в мужчине, понимаете? То есть, если она старше, и при этом страсти у неё нет, значит, мальчика не будет. Если женщина больше счастья испытывать в отношениях, тогда девочка начинается. Если мужчина, то мальчик. Извините, а дни и продукты решают, кто родится, где они или мальчики? Как? Какой день и какие продукты? От этого зависит. Продукты? Болгий, да. Сыр, допустим, мужчин должен есть сыр. Нет, это от Бога. Корни какие-то пить. Нет, всё от Бога, всё от Бога. Надо пить коренье, надо есть сыр, надо такая пища крепкая должна быть. Но лучше не мясо. Потому что грязная пища скверняет жизнь человека. Вот. То есть нужно это делать за 5-6 часов до зачатия, потому что продукты, пища должна перевариться, она должна уйти в силу, она не должна забирать энергию от зачатия. Мужскую половую силу очень сильно и эффективно повышает масла различные. Есть масла, которые повышают силу мужскую. Например, кокосовое масло. Вот. Ши есть такое масло. Ши. Оно тоже повышает половую силу. Применять. Наружную. Наружную применять. Масло даёт энергию огня. Энергия огня нужна для зачатия мужчины. Хватает огненной силы. Мужская означает огненной силы. Масло помогает. Если у человека вообще слабый спирматозой, то можно курсами мазать. Не нос. Хотя нос тоже связан с половыми органами. Нос. Мужчину, женщину, губы. Мужскую силу определяет по носу, женскую по губам. Зачатие — это ритуал. Нужно вешать иконы вокруг, зажигать свечи, освещать комнату, создавать духовную музыку, должна играть. Это ритуал, который призывает душу, светлую душу из высших миров. Нужно, главное, чтобы духи и привидения не вошли во время зачатия. Чтоб не раздрелся. Как это важно, очень в правильный день рожать. Поэтому нужно со строгом советоваться ведически. Предел, что это день благоприятный, что нет влияния злых сил в этот день. Нельзя начинать в дни затмения лунного, солнечного, неблагоприятных дней. полнолуния. А можно в комнате где-то остается? Да? Почему нет? Секс — нет. Зачатие — да. Попытайтесь понять разницу. Зачатие — это не секс. Это Богу угодное дело. Попытайтесь понять разницу между сексом и зачатием. Это разные вещи. Хотя действия одно и то же, сознание разное. Когда женщина капает, допустим, в себе масло, правую назрю перед зачатием, она увеличивает возможность зачать сына. Если сливки капают хлеба и назрю, увеличивается возможность зачать девочек. Это можно разные способы использовать. Если ребёнок утром, когда солнце восходит, зачинается, он будет очень чувствительным, истеричным. Если начинается днём, тогда он будет болезненным. Если начинается вечером, то он будет психически одолеваем духами. Вечером означает закат, солнечный, заход. Если начинается ночью, значит, он будет здоровым, крепким и сильным. И так же вынашивание будет хорошо протекать. Но ведь это сам процесс происходит ночью, да? Когда же начнётся, мы же не знаем, это же психический процесс. Я говорю о процессе. Потому что важна сила спирматозоида. И вот этот процесс, он создаёт среду определённую. А зачатие как результат уже. Продолжение следует...